Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас тема, которая касается, наверное, очень многих. Это жильё и ипотечное кредитование и ожидающийся, наверное, в этой сфере какой-то очередной кризис. И для обсуждения этой темы мы пригласили человека, который занимается темой недвижимости, наверное, уже лет 20. Да? Это редактор журнала «Квадратный метр» Роман Голубев. Добрый день. Добрый день. Итак, мы уже как-то затрагивали тему ипотечных долгов и предыдущего ипотечного кризиса, который выдавил, как считается, из Латвии множество людей, которые не могли справиться со своими финансовыми обязательствами, остались и без квартир, и с большими долгами. Потому что, к сожалению, предыдущая версия законодательства в плане ипотечного кредитования предусматривала, что даже отдав своё жильё, взятое в кредит, за долги, человек остаётся должен на остаток суммы, которая не погашена была в результате продажи этого актива, и должен платить банку всю оставшуюся жизнь, погашая этот кредит. Предлагаем вам звонить в студию по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, задавать свои вопросы, делиться мнениями и, может быть, своими ситуациями, как вы планируете их, так сказать, разруливать, если у вас возникли проблемы с погашением долгов. Итак, напомню, что предыдущий ипотечный кризис рассматривался на финансовой бюджетной комиссии Сейма, и тогда Ассоциация финансового рынка предоставила депутатам нашего парламента такую диаграмму. Вот она передо мной сейчас, и из неё явствует, что в 2008 году граждане Латвии, ну и жители, наверное, были должны банкам 873 миллиона евро. В том числе за 11 лет удалось погасить около 260 миллионов, а 389 миллионов остались должны сами должники, это 8 тысяч человек или там лиц. И 228 миллионов упали на 5 тысяч поручителей. Как видно, за 11 лет эту проблему так и не удалось решить, и очевидно, что здесь есть вина и самих людей, и законодателей, которые, ну, может быть, не обращали внимания на эту проблему, считали её неважной. Вот как Вы считаете, Роман, могли ли эту ситуацию власти решить раньше, и как следовало бы её решить, и какие выводы сделаны из вот этой предыдущей ситуации сегодня? Вы знаете, я просто отмечу один момент, Вы сказали, что люди остались дальше должны, но есть ещё процедура личного банкротства, то есть люди всё-таки могли избавиться от этих ипотечных обязательств, если бы прошли эту процедуру. Это первый момент. Сейчас многие пытаются сравнивать нынешнюю ситуацию и ту, которая была в 2007 году. По моему мнению, она имеет абсолютно различную подоплёку, и база под ней совершенно разная. Тот прошлый кризис, моё мнение, чему он научил, наверное, это тому, что нельзя быть во всём оптимистом. Тогда был сумасшедший оптимизм, и если мы опять же говорим об ипотечных кредитах, наверное, отсутствие каких-то базовых экономических знаний привело к тому. Но вот смотрите, как росли ипотечные кредиты в период с 2003 по 2007 год. В 2003 году сам объём портфеля был 772, ну тогда ещё в миллионах латов, потому что эти цифры, 772 миллиона латов. В 2005 году он уже был 2 миллиарда 806 миллионов латов, и в 2007 году он уже был 7 миллиардов 359 миллионов. Тогда просто были завышенные ожидания людей, все верили в светлое будущее, люди набирали кредиты, банки активно кредитовали. Тогда была такая ситуация, что отсутствовала критическая оценка. Но эти 7 миллиардов, это же ведь не только была ипотека. Нет, это я вам именно говорю сейчас о объёме выданных ипотечных кредитов латвийскими банками. Ну то есть, соответственно, если в долгах осталось 800 миллионов, то это примерно одна десятая часть. Да, ну опять же, часть я понимаю так, что банки за счёт продажи имущества погасили, да, то, что осталось, ну, видимо, им придётся это списать. Насколько помню, сейчас вот в этом году, перед тем, как началась ситуация с коронавирусом, начали говорить о том, что нужно людям какие-то долги там списывать, потому что если там до 5000 евро есть, ну это было бы, наверное, уже логично поставить в этом точку. Если мы смотрим дальше ситуацию, как она развивалась с 2010 года и до последнего времени, то, в принципе, объём задолженности там практически минимальный. Сколько бы я ни разговаривал с разными банками, лидирующими в этой отрасли, они все говорят, что платёжная дисциплина сейчас хорошая. Но это ещё связано с тем, что и банки, понятно, что ужесточили свои условия, да, они более критически, опять же, оценивают клиента. И до последнего времени, ну и это и действует и сейчас, вам не дадут ипотечный кредит, если объём платежа будет, ежемесячный объём платежа будет превышать, формально считается, 40% ваших ежемесячных доходов, но в реальности банки стараются не давать более 30%. И, соответственно, официальных доходов, которые подтверждены службой госдоходов. Безусловно, безусловно, официальных. Поэтому тот ипотечный заёмщик, которого мы видим сегодня, он более качественный, можно сказать так. Люди более критически оценивают ситуацию, всё-таки садятся, считают, потому что я прекрасно помню, как это было в 2006-2007 годах, когда я разговаривал с людьми, которые набирали ипотеку, я говорил, ну ты же не можешь её покрыть. А мне объясняли, ничего страшного, если я не смогу платить, я завтра продам дороже. Ну вот, к сожалению, это и привело к негативному результату. Но, безусловно, тогда и государство виновата, потому что слишком часто, вот за ту историю, когда я освещаю рынок недвижимости, у нас меняются правила игры. То есть до 2007-го были одни правила, затем государство решило, что... До этого банки раздавали кредиты просто под честное слово, я зарабатываю тысячу, ну на тебе, с учётом этой твоей... Принёс справку с работы, нарисовал любые цифры. И тут государство поменяло правила игры, сказало, что теперь ипотека выдаётся только с условием твоих налогооблагаемых сумм. Безусловно, большая часть людей упала с рынка, а тут ещё и началось падение цены. И, как говорили всегда классики, на падающем рынке никто не покупает, и даже инвесторы покупать начинают обычно только тогда, когда начинается виден небольшой плюс. Но это мы и получили с 2007-го года по 2009-й, насколько помню, это было, по-моему, по август-июль падали цены. У нас они упали, в принципе, и в среднем в Латвии где-то на 70%. Но вот с августа 2009-го года мы начали видеть небольшой плюс, и рынок начал выздоравливать. У нас ещё один был кризис, это 2014-й год. Но это более узкий сегмент, он не всех, безусловно, затронул. Но там тоже, в принципе, влияние государства. Как только ужесточили правила выдачи видов на жительство, подняли планку, то, соответственно, сразу и упал спрос, и в этом сегменте, который был, безусловно, дорогой за счёт иностранных покупателей, вот пять лет продолжалась коррекция цен, вот с 2014-го года и вплоть до нынешнего момента. И что произошло? Насколько я помню, максимальные цены в Юрмале на пике выдачи ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость составляли где-то 6 тысяч евро за квадратный метр. Скажем так, первая линия Юрмалы, были предложения и по 10 тысяч евро. Помню, были проекты, не будем называть их имена, с прекрасной большой презентацией, которые рассказывали о том, как они будут торговать по 10 тысяч. Но в среднем, в принципе, цена была в тот момент 5-500, какие-то вот самые элитарные проекты, 6, может быть, и больше. И были, даже скажу так, что такие сделки были по 7 тысяч евро за квадратный метр, были 8 тысяч евро за квадратный метр полностью меблированной квартиры. Ну, за прошедшие 5 лет этот ценовой уровень опустился на первой линии где-то, так скажем, на 3 тысячи евро за квадратный метр. Есть отдельные варианты, когда просят там по 5 тысяч, но это вот единичные предложения, то, что вижу по статистике сделок, есть продажи выше 4 тысяч евро, но опять же, это единичные. И в целом, в принципе, в объеме всей Латвии, насколько помню, я вот недавно считал, в прошлом году в Риге, допустим, было всего лишь 23 сделки, в которых цена превышала, если я правильно помню, 700 тысяч евро. Это продажи, мы говорим, квартир. То есть, этот сегмент откорректировался, но в прошлом году, 19-й год, могу сказать, что снова появились на нем покупатели. А кто эти люди? Местные стали появляться. Но я не говорю сейчас не только про первую линию. Вторая линия Юрмалы, это сейчас в районе 2-2,5 тысяч евро. И по большому счету, хорошо это или плохо, не знаю, не буду судить, да, но по большому счету из-за той коррекции, которая произошла, вторые-третьи линии Юрмана, они стали конкурировать, наверное, с микрорайонами Риги. Потому что есть предложения новостроек, которые когда-то предлагались, выходили на рынок по 3 тысячи евро, они откорректировали цену на 2 тысячи евро за квадратный метр, и местные начали это покупать. И местные, как бы, ну так или иначе, извините, у нас 30 лет независимости, у нас развиваются бизнесы, да, мы не богатые, как Германия, но у нас есть все-таки люди, у которых есть деньги, и люди копили их. Поэтому люди начали реализовывать свои мечты, пожелания. То же самое касается и центра Риги. Нету сумасшедшего рынка, да, и такого, чтобы там в очередь выстраивались. Но квартиры в центре в новых проектах, в лучших проектах по 3 тысячи евро за квадратный метр покупают. Еще раз говорю, что это идет речь там о десятках. Это не сотни, не тысячи покупателей, да. Ну, таков этот рынок. И, безусловно, конечно, если начать сравнивать то, что любят иногда, объем построенного и объем проданного, то, ну да, скажу, что этим торговать то, что построено, при нынешнем спросе, ну, не один год. Это тоже правда. А объем построенного и объем продаваемого, он как-то менялся с годами вот за эти последние пять лет? Ну, в принципе, да. Знаете, вот последние годы, опять же, все равно люди продолжают развивать проекты. Многие тоже спрашивают, зачем, почему, кому будут продавать. Но здесь уже надо смотреть тоже экономическую сторону вопроса. Потому что есть бизнесы, есть предприниматели, у которых есть деньги. Хранить в банке логики нет. Сейчас, извините, опять же, с коронавирусом мы видим, что произошло с ценными бумагами в марте, как рухнули все индексы мировые. И, в принципе, если мы смотрим на долгосрочную, то недвижимость как раз-то подтверждает, что с точки зрения долгосрочных инвестиций это хороший актив. Безусловно, он точно так же подвержен падению, подъему. Но если мы на долгий срок будем смотреть, то, в принципе, мало альтернатив недвижимости. Хорошо. Мы сейчас говорим о Риге, Юрмале. И это, наверное, самые живые такие сегменты рынка недвижимости, которые более востребованы, более ликвидны. Но что происходит, например, в региональном аспекте? Есть ли города, где тоже имеет смысл, допустим, вкладывать деньги, имея в виду, что, условно, квартира в Лепой стоит, наверное, в два раза меньше, чем квартира в Риге? Ну, в Лепой, наверное, даже, может быть, чуть-чуть больше. Чуть больше разрыв будет в сторону. Опять же, нам надо, конечно, чуть-чуть разгранировать, разграничивать ситуацию до коронавируса и нынешнюю. Но если мы говорим о коронавирусе, то, в принципе, сегмент жилья в регионах развивался нормально. И последние реально 4-5 лет он абсолютно стабилен. Более того, скажу, что в таких городах, как Резакне, Долгопилс, там был и прирост сделок. Цены тоже самое поднялись в Лепой, в Венспилсе выросли. Очень Лепой и Венспилс очень хорошим спросом пользовались. У литовцев. Курортно, да, правильно, у литовцев. Ну, плюс чуть-чуть белорусы. Туда ехали. В принципе, там был абсолютно нормальный рынок. Там поднялся рынок арендов. Вот пример Лепой, допустим. Если мы смотрим еще 5-6 лет назад трехкомнатную квартиру, ну, дай бог, там можно было сдать в аренду за 50 евро плюс коммунальные, то сейчас в Лепой хорошо сдаются по 200-250 евро плюс коммунальные. С точки зрения инвестиций, отдачи, то показывают тоже хорошую динамику, хорошие цифры. Это обычно там отдача в пределах 6-7% годовых. И это касается, в принципе, большинства региональных городов. Хотя, конечно, с одной стороны, немножко удивляет то обстоятельство, что мы знаем, из региональных городов все-таки был отток населения. Но, тем не менее, вот сколько я, опять же, общался с теми, кто работает в регионах, многие, кто уехали на заработки, продолжают выставлять недвижимость в своей собственности, оплачивают коммунальные, не выставляют ее на рынок, потому что предполагают, что, возможно, когда-то жизнь заставит их вернуться. То есть есть и такие тенденции. Я бы, знаете, наверное, сейчас перешел к нашей больной теме, это к коронавирусу, потому что это тоже многих волнует. Он заразил недвижимость. Он, да, заразил недвижимость. Многие с удовольствием произносят фразу «кризис». Я, как бы, если честно, экономически не вижу оснований для того, чтобы говорить «кризис». Сейчас действительно есть какая-то определенная пауза, есть определенная коррекция, но я, допустим, вот в этом я разделяю компанию «Арка Реал Эстейт». Она недавно проводила пресс-конференцию. И разделяю ее точку зрения, что как такового кризиса и повторения той ситуации не будет. Будет, безусловно, коррекция, но коррекция, которая в каких-то разумных пределах, и она будет очень сильно отличаться в зависимости от сегмента, и от места, и от того, какая это недвижимость. Хорошо, сейчас мы сделаем небольшой перерыв на рекламу. Это буквально 2-3 минуты. Не переключайтесь и звоните в студию, задавайте свои вопросы касательно перспектив рынка недвижимости Роману Голубеву. Мы продолжаем программу «Подоплека». Сегодня обсуждаем грядущий или не грядущий кризис на рынке недвижимости. Упадут ли цены на ваши квартиры? Удастся ли вам избежать проблем с банками? И все такие вопросы предлагаем вам обсуждать по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните в студию, и мы передадим их Роману Голубеву, главному редактору журнала «Квадратный метр», который сегодня комментирует эту ситуацию. Итак, до перерыва мы зафиксировали момент, что нынешний кризис совсем не похож на предыдущий, и очевидно, что такого драматического развития событий, какое случилось в 2008-2009 годах, в Латвии не будет. И даже есть смысл инвестировать в этот рынок, потому что 6-7% годовых эти инвестиции приносят, в отличие, допустим, от банковских депозитов или ценных бумаг, которые вообще рухнули. У нас есть звонок, давайте послушаем. Говорите. Добрый день. Ну вот возьмите, проанализируйте 2008 год кризиса. Из чего он образовался? Он образовался из-за того, что рынок недвижимости просто был надут. То есть, если простым языком говоря, государство безответственно отнеслось в этом отношении. Было три категории, которые виновны в этой проблеме. Бестрее всего две. Это государство и банки. Я объясню, почему банки и почему государство. Потому что банки дали возможность спекулянтам, которые в то время, до 2007 года, могли год продержать недвижимость и продавать. То есть, купил квартиру за 30 тысяч, продал через полгода за 32. И спустя какое-то время, в 2007 году, они начали играть эти правила игры. Но тогда уже недвижимость поднялась на порядок выше. Двухкомнатная квартира 602 серии приблизительно в Плямниках уже стоила около 90 тысяч евро. Можете это представить, что это такое. И дальше. Тогда идем дальше. Банки кредитовали. Вы говорите, что ответственность банков. Здесь можно называть полная безответственность банков. И говорили, что банки тогда подходили ответственно. Нет. Я лично брал кредит и знаю, что банки мордовали. В прямом смысле этого слова. Требовали справку ту и другую. Знаю людей, которые получали 500 тысяч латов. Они нигде не работали. Они просто покупали, перепродовали, строили и так далее. На сегодняшний день ситуация совершенно другая. Никакого такого кризиса не будет. Всего лишь притормозили. Он вообще не поменяется. Цены как притормозились, они пойдут и дальше вверх. Так что не стройте на этом, что будет какой-то кризис. Никакого кризиса и близко не будет. Хорошо. Спасибо за ваше мнение. Я в большинстве с вами согласен с тем, что говорил слушатель. Единственное, что я могу сказать, что я не разделяю мнение насчет того, что сейчас они там вверх полетят. Нет. Цены. Да. Давайте перейдем к сегментам, которые наиболее близки нам всем, потому что это массовые. Самый массовый продукт недвижимости Риги – это серийное жилье. Так вот, серийное жилье, в нем цены стабилизировались еще летом прошлого года, когда они буквально, получается, с августа практически там прирост цен был 0% плюс 0,2%. Ну, это минимально. Это в рамках, как говорится, математической погрешности. Поэтому рынок развивался абсолютно нормально, абсолютно в здоровом состоянии был. По серийному жилью могу сказать, что я ожидаю, что определенная коррекция продолжится. Но уже сейчас третий месяц, когда тоже рынок серийного жилья показывает небольшое падение. Небольшое – это сколько? Это 0,2%, 0,1%. То есть обвала не было? Обвала нет. И, в принципе, понятно, что по итогам 2020 года серийное жилье, скорее всего, покажет минус, да? Ну, я думаю, там может быть минус 3, минус 5%. Но не будет какого-то сумасшедшего падения. Опять же, почему? Потому что жизнь меня научила, что стоимость недвижимости должна соотноситься с уровнем заработных плат. В чём была проблема, опять же, с 2007 года, вот у меня есть там хорошая статистика по квартирам в новостройках, различие между уровнем средней зарплаты и ценой квадратного метра там составляло и 5,6 раз было. Сейчас это соотношение у нас вот до коронавируса было там 1,4-1,7. То есть в рамках разумного и то, что показывает мировая практика, там до 2, если различие между средней ежемесячной платой и стоимостью жилья за квадратный метр до 2, то ничего страшного нет. То есть давайте поясним, условно зарплата средняя 700 евро, а метр квадратный – 1000, это нормально? Это нормально, да. И, ну, как бы, новостройки, понятно, что они должны быть подороже, потому что, ну, считается, что нормальное соотношение серийного фонда советского и нового продукта, ну, это где-то 50% должно быть. Тогда комфортно человеку продавать своё серийное жильё, если он хочет перейти в более новое, докладывать что-то, брать ипотеку и покупать. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите, вы в эфире. Добрый день. Я думаю, что ваш гость владеет вопросами не только жильей и квартирной недвижимости, но вообще. И задам такой вопрос. Какова, на ваш взгляд, перспектива с офисными помещениями? И второй вопрос. Какова перспектива помещений примерно 200 квадратных метров, которые могут быть использованы как офисные, мастерские, сапожные, там, службы быта и так далее? Спасибо большое. Спасибо, да. Ну, к сожалению, я просто скажу, что на ваш вопрос надо смотреть место, да, вот от этих 200 квадратных метров, значит, по офисам. Мы чуть-чуть, конечно, скачем, но давайте сейчас тогда мы говорим о той ситуации, которая в данный момент. Рынок аренды – это тот, который наиболее сильно, безусловно, пострадал в условиях коронавируса. И это касается, что рынка жилья, что рынка офисных помещений. И сейчас мы видим, что очень трудно говорить о классическом, полноценном, функционирующем сегменте, потому что ситуация такова, что с марта многие арендаторы либо съехали из своих помещений. Вообще съехали. Вообще есть примеры, что съехали. Либо попросили какие-то скидки, либо каникулы. Знаю очень много примеров, когда владельцы помещений шли навстречу, и интересно было смотреть, допустим, одни владельцы сразу реагировали, понимали ситуацию. Человек приходит и говорит, извините, ребята, у меня бизнес стал полностью, но я не могу. Что вы решаете? Выкидывать мало кто хотел, потому что все прекрасно уже осознали, что восстановление именно бизнесов, оно тоже не произойдет по одному щелчку. Для этого потребуются месяцы, и нужно идти навстречу такому арендатору. Были большие комплексы, с которыми ребятами созванивался. Они говорят, ты знаешь, у нас все хорошо, мы не будем ничего давать, никаких скидок. Потом перезванивал ему через две недели, он говорит, слушай, последние два дня просто шквал звонков. И, в принципе, да, мы приняли решение, что на время чрезвычайной ситуации мы идем навстречу людям, потому что мы прекрасно понимаем, что это лучше иметь клиента со скидкой, чем иметь просто пустые помещения. Ну, то есть это престижные какие-то офисные центры с начала. Это хорошие, большие класса А, да. Поначалу они в это все не верили ситуацию. В то же время, допустим, есть сервисные центры, мой друг работает, он говорит, им не пошли, им категорически не пошли навстречу, сказали, что мы там с вами будем, у нас договор на 10 лет, типа, что это такая ерунда. Но я хочу сказать, осадочек остался, потому что все хотят рассчитывать на какое-то понимание, на какую-то социальную ответственность. И поэтому по офисам, я думаю, что восстанавливаться этот рынок начнет, наверное, где-то осенью. Это же касается и квартирного сегмента, рынка аренды квартир. Будет ли, опять же, вернемся мы к тем ценам? Ну, я думаю, что близко к тем, скорее всего, вернемся, потому что под логикой всего есть логика бизнеса. То есть люди вкладывали какие-то деньги в эти офисные центры, они рассчитывают на какую-то отдачу. Есть какое-то банковское плечо. Ну, понятно, но платежспособность тоже никто не отменял. В то же время тоже рассказываю, да, сейчас, безусловно, время, не знаю, диких, не диких покупателей, арендаторов. Опять же, владельцы офисов класса А рассказывают, да, приходят клиенты даже сейчас, приходят, говорят, берем то, что стоило 14, давай по 8. Он говорит, ну, ребята, идите ищите, это ваше право. Говорят, если разумно приходят и начинают там переговоры, и мы понимаем, что там 11-12 готовы, ну, тогда мы заключаем договор. То же самое, на самом деле, касается и сегмента аренды жилья. Почему произошла определённая просадка? Первое, это в дешёвом сегменте, то есть серийное жильё. Когда бизнесы остановились, понятно, что это самый дешёвый сегмент, и это люди, у которых там зарплата условно 700-800 евро в месяц. Для него платить там, ну, однушка даже у нас получается 200-250 евро, ну, для него уже, наверное, становилось накладно. Если ещё оба уходили на простой, да, то люди начинали думать о том, как оптимизировать свои расходы. Могут быть, опять же, переезжали к родителям, ещё что-то, ну, таких историй много. В то же время, в этот момент в центре Риги и вообще, в принципе, вышли на рынок много предложений, которые раньше были в Букинге и IR&B, которые были рассчитаны на краткосрочную аренду и предназначались для туристов. Туристов нет, владельцы тоже что-то хотят получать, они начали сбрасывать цену, демпинговать. Но могу сказать, что с второй половины апреля ситуация и здесь выравнивается, потому что те, кто ищут для себя аренду, они ищут на долгосрочный, на долгий срок. Владельцы вот этих краткосрочных объектов, они сами открыто уже говорят, что как только закончится карантин и как только начнёт восстанавливаться туристический поток, то мы у вас эти квартиры будем забирать. И, соответственно, человек начинает думать, ну, хочу ли я как бы много раз переезжать. Вы же знаете, как бы переезд равен чему? Пожару у нас или потоку. Так что я жду осенью, какое-то восстановление в этом сегменте осенью, но при этом уже из общения с риэлторами я вижу, что и сейчас появляются клиенты. Но, опять же, условно, центр Риги, двухкомнатная квартира, которая раньше стоила 700, сейчас они предлагают 550, и если идут на это, то они забирают это жильё. Так, у нас есть ещё звонок. Ой, извините. Говорите, мы вас слушаем. Да, добрый день. Вот можно ещё раз пояснение, как расходится цена и зарплата, там, минимальная или прожитая? Средняя зарплата, наверное, средняя. Можно я пример? Смотрите, берём пример Золи Туты, да, простую, там, 119-ю серию. За квадрат, вот открываю СС, за квадрат где-то примерно 800 евро, 830, да. Берём новостройку, значит, пожитая новостройка, там, 10-8 лет, она где-то за квадрат 1300. Новая новостройка – полторы тысячи за квадрат. В среднем, значит, зарплата у нас 700 евро. Как расценить вот этот вот квадрат, чтобы тебя кредитовали? Ну, если у тебя зарплата 700, у нас 800 минимум, 119-я серия, новостройка, значит, где-то полторы тысячи. Кредит тебе на 700 евро никто не даст. Даже если у тебя зарплата полторы тысячи, тебе всё равно, как бы, кредит. Пойдёшь в банк брать новую новостройку, значит, она будет примерно стоить, там, 100 квадратов, 130-120, там, тысяч, да. У тебя зарплата полторы, ты один, без гаранта, кредитования никакого не получат. Как вот этот тогда рынок пойдёт вверх? Да, спасибо, сейчас мы послушаем ответ. Как бы, ну, первый момент я могу, как бы, если нужно будет оставить свой телефон, и конкретную ситуацию мы можем рассмотреть индивидуально, да, попробовать поговорить с банками. Второй момент, я вот просто от вас услышал, вы один, квартира 120-130 тысяч евро. Здесь я не имею права, наверное, советовать, но, вы знаете, у каждой ситуации есть возможности, есть желания. И если вы один, то вот вы называете 120-130 тысяч, это, скорее всего, трёх- и даже четырёхкомнатная квартира в некоторых новых проектах. Я просто размышляю о том, зачем вам одному такая большая квартира. Ну, это вот целесообразность. Если мы говорим о семье, то, в принципе, то, что я знаю от рынка, то, что общаюсь с банками, то, что общаюсь с людьми, то если двое работающих в семье, и, в принципе, у них как минимум полторы тысячи есть, то они могут рассчитывать на ипотечный… На двоих имеется в виду. 400 евро в месяц, ну, это можно, значит, где-то получается рассчитывать на сумму порядка 80 тысяч евро на покупку. Соответственно, ты либо её вкладываешь, эти 80 тысяч, в серийный фонд, но это уже будет, там, скорее всего, близко к четырёшке, да, либо тогда двухкомнатная квартира в новом проекте. Это уже, ну, как бы ваш личный выбор. Что из этого вы выбираете? Угу, у нас есть ещё звонок. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Ага, спасибо, что принес звонок. Меня интересует судьба полуподвальных помещений в районах типа ранней Москачки, где деревянная архитектура, где старые дома, причём даже с элементами единственной верфи, не верфи. Много помещений, которые то ли со временем вышли в землю, то ли там по теориям заговоров как-то их там строили, что-то или засыпало. В общем, много окон, подвалы эти по 100, по 150 метров, близко к центру, но считается до сих пор, ну, ранняя Москачка, так немножко люди морщат, ну вот. Но в этот район легко влюбиться, и интересно, какой ваш гость, кстати, ну, толковый, спасибо ему, видит будущее вот в этих, вроде бы, полуподвал не самое лучшее, но зато считает себе центр исторический и так далее. Спасибо, хорошего дня. Спасибо, да, хорошо. Я хочу сказать, прежде чем Роман начнёт отвечать, что вот этот район московского Форштадта, он, наверное, сейчас как-то немножко переживает ребрендинг, потому что инвесторы приобрели здание на улице Гоголя, крупное, большое, рядом с Академией наук, и оно долго стояло пустое. Там много проектов, которые сейчас… И там будет, ну, достаточно высокого уровня здания после реновации, и очевидно, что люди рассчитывают на то, что это близость к центру, и, ну, то есть это не близость к центру, это просто центр, она привлечёт людей туда, в этот район. И один такой проект, он, ну, по моей тоже практике наблюдения за рынком недвижимости, я им тоже занимала, в своей журналистской практике с 92-го года, он оказывает вот такое, ну, как влияние, как дрожжи на тесто, да, то есть вдруг он открывает… Меняет социальный статус района, как бы, и тем самым становится более привлекательным. Безусловно, там вот, если мы смотрим московский форстат, сейчас там много проектов, которые развиваются, в том числе это касается реконструкции зданий, их ремонтируют, превращают в жильё чуть более низкого уровня, чем, скажем так, новостройки классические, да, но, тем не менее, они тоже востребованы. Значит, улица Красота, там тоже по-прежнему сейчас строят новые проекты, и точно так же есть хорошие примеры реновации. Но то, что вот вы спросили про полуподвальное помещение, ну, это такой, знаете, узкий сегмент, который надо вот тоже, опять же, рассматривать в частном порядке, но всё в этом мире решает цена. Вопрос, как бы, цены этого предложения и, соответственно, интерес. Но я могу сказать, что вот пример, опять же, вроде бы полуподвальные помещения очень хороши, их спрашивают, ну, вот, допустим, на улице Альберта, я знаю полуподвальные помещения, которые очень долгий период торговались там по цене 800-900 евро. За квадратный метр. За квадратный метр, да. И реально долго-долго пришлось искать на них инвестора, который захотел купить. Здесь тоже вопрос, опять же, привлечения бизнеса. Если среда будет интересной, если бизнес будет видеть для себя там место, то он это будет покупать и будет развивать, если ему это будет выгодно. Как жильё? Ну, наверное, не знаю, как бы, это надо тоже, опять же, внутреннее ощущение, хотел бы я жить в полуподвале или нет. Я понимаю, что есть много людей, которые живёт, ну, это, опять же, цена, цена вопроса. Ну, да, конечно. Если она небольшая и человеку там комфортно, то он, наверное, будет покупать. Но всё зависит, опять же, от среды. Город тоже должен развивать весь район. Если у тебя там будет нормальная, извините, криминогенная обстановка, если у тебя там всё будет цивильно хорошо, то и бизнес пойдёт. Ну, кстати, вот по поводу города, могу привести пример улицы Авату, да, которая тоже имеет такую не очень хорошую славу, но, на самом деле, вот когда на улице Авату Рига разместила свой социальный центр, потом Рига решила помочь Академию художеств сделать там для студентов одного из факультетов направлений мастерские. Ну, молодая кровь, она всегда оживляет облик района, и это, я думаю, шаги, которые предпринимала город Рига, и которые можно только приветствовать. То есть у нас есть, наверное, ещё один звонок, мы его примем, это последний, потому что время передачи подходит к концу. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Как бы вообще передача очень интересная. Единственное, я бы внёс несколько коррекций в вашему спикеру в чём. Во-первых, недвижимость будет, элитная недвижимость будет в цене, скорее всего, из-за того, что пока успешно осваиваются деньги Евросоюза, и я это вижу под своём посёлку, в Сунише, где продолжают строить дома, и как бы из 11 новых новостроек 7 хозяев – это люди, которые занимаются распределением фондов ЕС. Ух ты! Что же касаемо недвижимости в Юрмале, то в отличие от спикера, я вижу падение не на 40%, а есть новые объекты, в общем, хорошие объекты, которые уже не упали на 60-70%. И сейчас они просто распродаются, потому что на них висят серьёзные финансовые обязательства, и просто сбрасывают цену. Скорее всего, этот тренд ещё будет продолжаться. Как-то так. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, я единственное, быстренько добавлю тот момент, что я, по-моему, по Юрмале не называл цифру, что 40%. Моё мнение как бы более чем… Ну, если было 6 тысяч, а стало 3, то это 50%. То 50%, да, скорее всего. Сейчас, во-первых, появляются новые проекты, которые уже совершенно новой ценой, которые не имеют того бэкграунда, и они уже выходят более адекватно, соответствуя тем ожиданиям, которые есть со стороны покупателей. В коронавирус могу сказать, что, так как мы спешим сейчас, у нас заканчивается передача, возрос интерес к частным домам и земельным участкам. И что интересно, опять же, в Юрмале… Самоизолироваться на участке как-то приятнее. Да, комфортно, более комфортно, да, безусловно. И вот опять же, общаясь с риэлторами в Юрмале, которые работают в этом сегменте, они, говорят, практически каждый день получают запросы. Но, безусловно, опять же, есть ценовые ожидания от местного клиента, и, соответственно, должна цена предложения совпасть с тем, что люди готовы платить за это имущество. Как только это совпадает, то сделка происходит. А вообще, да, в любой кризис, на самом деле, менее всего страдает элитный сегмент, потому что богатые не становятся так уж сильно беднее, и более дешёвые, именно в силу того, что там у людей меньше денег, но всё равно жить надо где-то. А вот средняя прослойка, ей чуть-чуть тяжелее становится. Но, опять же, по новостройкам, то, что разговаривали, опять же, с людьми, конец марта, первая половина апреля грустили, со второй половины апреля и май они уже как бы более бодро начинают смотреть на жизнь, потому что люди опять начинают смотреть имущество, и есть сделки. Есть примеры, когда действительно у застройщика есть шлейф каких-то ипотечных обязательств, и если ему нужно их исполнить, то он даёт какие-то скидки и продаёт по хорошей цене. Но надо понимать тоже, что большинство девелоперов не выходило со своими проектами, там, условно, 50-60 квартир, что нам надо продать за год. Нет, у них обычно бизнес-план рассчитан на 3 года или чуть больше, а в Юрмале, на самом деле, ещё больше, потому что в Юрмальские проекты обычно не за счёт банковского финансирования, а за счёт каких-то частных инвестиций, в том числе иностранных. Поэтому там всё-таки более спокойно смотрят на это. Ну, наверное, самая драматичная судьба – это у людей, которые польстились обещаниями латвийского правительства предоставить ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость и приобрели на пике цен своё имущество, которое сегодня, наверное, они могут продать. Хорошо, если за половину цены, которую уплатили. Здесь соглашусь, те, кто купили в конец 2013-го и 2014-й год это имущество, безусловно, тех денег они, к сожалению, в ближайшей перспективе точно не вернут. И если они хотят избавиться от этого имущества, им следует вот сейчас продавать или подождать немножечко, когда от коронавируса все вызовут? Ну, я думаю, что, во-первых, частная ситуация у каждого своя, это раз. А, безусловно, продавать, наверное, проще, когда закончится вся эта чрезвычайная ситуация, проще показывать. И плюс, я надеюсь, и я полагаю, что так оно и будет, что как только откроет граница, опять же, та же Россия, то какой-то поток отдыхающих сюда поедет. Даже никакой, я думаю, что хороший поток, потому что, опять же, общаюсь с россиянами, у них тоже есть настроение ехать. И есть даже настроение покупать, и есть настроение думать о ВНЖ. Это, опять же, это не будет носить того массового характера, который был в 2014 году. У нас для получения видов на жительство было куплено 2225 единиц недвижимости. На такое не рассчитываем больше. А, в принципе, наверное, как бы сотня-две покупателей, ну, да, должны быть. Ну, плюс, как бы, опять же, местные… Сотня-две в год? Да. Потому что даже в прошлом году, если честно, чуть меньше ста было покупателей. Ну, я думаю, что вот в связи с этой ситуацией я ожидаю чуть-чуть прирост этого количества. То есть, они увидели, что в Латвии очень благополучно в перешиве коронавируса. Да, вы знаете, я слышу историю, когда москвичи, которые живут в Юрмале, созваниваются с москвичами, которые там, и рассказывают о том, как они гуляют по морю, как они просто ходят в магазин, как им доставляют еду, если им нужно, как они идут на ёмос, либо там цель-то… И москвичи, москвичи на это очень завидуют. Да, и те, как это, да, как это. Потому что у них совершенно другая сейчас, более жёсткая ситуация. Поэтому, слава богу, что у нас вот этот коронавирус, он прошёл в более лёгкой форме. И это та оптимистическая нота, на которой мы можем совершить нашу передачу. Надеюсь, что мы когда-нибудь ещё пригласим Романа Голубева рассказать о других сегментах. Тем много, да. И о том, как следует инвестировать деньги в этот рынок, потому что очевидно, что даже имея там какие-то накопления, там 10-15-20 тысяч евро, можно спланировать какой-то свой личный финансовый план, не только имея в виду Ригу и Юрмала, но, например, Лепа и Венспилс, где вот литовцы облюбовали территорию довольно прочного гнезди. Единственное, добавлю быстренько, что Лепа и Венспилс всё-таки надо рассчитывать не на 10-15-20, а там двушки – это уже от 20 тысяч евро. Ну, двушки советской постройки. Понятно. Спасибо. У нас на программе «Подоплёка» был Роман Голубев, главный редактор журнала «Квадратный метр». Программу вела Людмила Прибыльская, звукорежиссёр Евгений Копеин. До следующего четверга. До свидания.